В первой половине 19 века Иваново было самым криминализированным селом Владимирской губернии. Этому способствовало несколько факторов. Численность населения составляла более 10 тысяч человек. Половина из них рабочие. Многие прибыли на заработки из других мест. Зачастую непонятно откуда. Без документов и без прошлого. В этой массе было легко затеряться. В селе велась активная торговля. Стояли крупные склады с имуществом. Все располагало к легкой наживе. Грабежи, разбои, кражи. Постоянное явление в селе. Управляющий села Яков Яковлевич Гофман в 2018 году говорил, что до того, как я стал управляющим, в селе каждую неделю находили 4-5 трупов неизвестных людей. Я думаю, немного сгучал краски, но это очень хорошо характеризует криминальную установку в селе того времени. Профессиональных органов правопорядка в селе не было. Вместо них существовала земская полиция. Это общественная работа. Люди избирались на нее сроком на один год. Денег за службу не получали. В основном занимались ночным патрулированием улиц. Уличить преступника можно было только в двух случаях. Либо непосредственно застав человека на месте преступления, либо обнаружив у него похищенное. Но улики дома никто не хранил. Поэтому преступность в Иванове цвела махровым цветом. В том числе и профессиональная. Об этом свидетельствуют уголовные дела Кристиана Глазкова и Китаева. В 1816 году у предприимчивого Ивановца Ишинского на Рождество ограбили склад. Товаров вынесли на общую сумму 2000 рублей. По тем временам огромные деньги. Благодаря народной молве Ишинский узнал, кто совершил налет. Решил договориться и вернуть похищенное за выкуп. Он обратился непосредственно к ним. То есть он позвал их и сказал, что они могут помочь им вернуть хотя бы часть награбленного имущества. И он за это им даст денег. Ну, потому что надежды на полицию не было. И они согласились, да, пожалуйста, взяли с него деньги, 300 рублей, прогуляли в течение недели. И когда Ишинский понял, что и этих денег лишился, он тогда наконец-то подал заявление уже официальную полицию. По делу были арестованы 4 человека. Все ранее неоднократно являвшиеся фигурантами уголовных дел о кражах и разбоях. Китаева и Глазкова на время следствия поместили в каземат. Правда, доказать так ничего и не смогли. Примечательно то, как задержанные себя вели в арестантской. В КНЛ они просто скинули себя. И через окно, вот подвальное окно, они дали мальчику денег и отправили его за вино. И в это время под вечер привели к задержанным земской полицией крестьянка Росского уезда, которые просто тоже выпили. И эти двое чем-то не понравились им приведенным за эти крестьяне. И они просто одного из них забили до смерти. Причем этих крестьян было трое, а вот этих арестованных двое. Тем не менее, они издевались над ними всю ночь, а один в итоге после этого умер. Как раз это убийство и позволило отправить Глазкова и Китаева на каторгу. Остальных фигурантов дела отпустили. Разгул преступности стал снижаться после образования Иванова-Вознесенска. В этот период в городе была сформирована профессиональная полиция. В ее состав вошли люди, обученные сыску и владеющие методикой расследования преступлений. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.